Я расскажу вам немножечко про Рустор и немножечко про то, что вокруг Рустора. Последний доклад, ничего суперсложного не будет, ничего хартового не будет. Могу дать вам две минуты, чтобы вы ушли, если не хотите слушать маркетинговый булсит. Ладно, понеслось. Зачем вообще, да, зачем СДКшки какие-то, зачем что-то кроме самого магазина наворачивать вокруг собственного магазина? Выложить приложение в Store — это только половина дела. Еще очень важно что-то с этим приложением сделать и, конечно же, вообще какой-то value от этого приложения получить. Вообще, в принципе, мы все хотим что-то сделать с такое, да, какое-то такое приложение, которое принесет действительно нам какое-то удовольствие, какой-то профит. Мы, конечно, хотим написать такое приложение, которое будет вообще всем полезно, всем им будут пользоваться и вообще самое лучшее приложение — новый Инстаграм. Хотим поменять мир к лучшему, написать приложение, что вообще как Яндекс.Такси, да, которое теперь все ездят на Яндекс.Такси, потому что это поменяло образ жизни людей. И, конечно же, чтобы приложение было таким, чтобы его было не стыдно показать, чтобы вот Crash Free был там 100% вообще. Но на самом деле, на самом деле все это упирается в то, что на самом деле мы просто хотим на этом, как правило, заработать. И там 99% приложений, которые выкладываются в любой Store — это приложения про деньги, будем честными, да. Хотя, конечно, мы здесь все-таки разработчики собрались, как бы мы не про деньги, мы про что-то высокое. Но, откровенно говоря, да, нужно как-то зарабатывать в секунду или в наносекунду и так далее. Но это на самом деле неплохо, потому что, чтобы ваше приложение зарабатывало деньги, то оно действительно должно быть хорошим. Оно должно быть нужным, потому что если ваше приложение не нужно, то вы никак не сможете на этом заработать. Кажется, это очевидный факт, если, конечно, это не клинер под Android, который не работает, и у вас нет много-много рекламного трафика бесплатного. И ваше приложение должно быть удобным, чтобы на нем как-то зарабатывать, потому что даже если у вас какое-то очень нужное приложение, выйдет конкурент, который делает то же самое, но на три шага быстрее, то у вас все закончится. И, конечно же, нужно какие-то инструменты монетизации подключать, и не только монетизации, какие-то инструменты для работы с пользователем, чтобы, собственно, монетизироваться и получать больше пользователей. Удерживать этих пользователей как-то, возвращать и так далее. И, собственно, мы в Rustory такие инструменты тоже делаем, потому что мы стараемся сделать так, чтобы к нам приходили разработчики и с нами тоже зарабатывали. И, конечно же, первое — это монетизация. И здесь все просто и понятно, потому что сейчас каких-то удобных нативных способов, чтобы заработать на RU, просто нет, потому что Google Play перестал выплачивать. Huawei меньше, чем Rustory. А, между прочим, Rustory теперь больше, чем Huawei Store. Остальные магазины вообще как бы можно не учитывать. И каких-то нативных инструментов просто нет. То есть у вас выбор — это либо выкладываться в Rustory, интегрировать нашу монетизацию, либо что-то накручивать с Яндекс.Кассой, с Сбергом.Кассой, с U.Кассой и так далее, какую-нибудь вьюху и так далее. В общем-то других способов, в принципе, нет. И здесь нам очень удобно. Здесь можно даже ничего не рекламировать. Берите нашу монетизацию и пользуйтесь. У нас есть подписки, у нас есть встроенные покупки. Все это выглядит достаточно просто. На самом деле тоже API-шка очень похожа на гугловую, чтобы, опять же, не вызывать какую-то фрустрацию, и вам было очень просто переключиться с гугловой или вообще использовать под капотом для какого-то не ру-рынка гугловую, для рынка, собственно, Русторовскую монетизацию. Список продуктов. Все очень просто. Абсолютно точно так же, как это сделано в Google Play. И какие еще возможности есть? Как я уже сказал, очень похоже на то, что сделано в Гугле. Это работает в RU. Это, в общем-то, один из единственных способов нативно монетизировать пользователей на российском рынке. Очень просто встроить. И еще есть консоль, которая позволяет управлять всеми этими продуктами и покупками, делать рефанды. И со вчерашнего дня можно даже делать тестовые покупки, что не может не радовать, потому что пока не было тестовых платежей, это было очень сложно все это интегрировать. Есть проблема. Мы пока работаем только в случае, если на девайсе пользователя установлен RU-Store. Если RU-Store нет, то, собственно, он не сможет ничего купить. Но мы уже тоже знаем, как это поправить. И в следующих версиях, я надеюсь, что вот уже там в первом квартале будет какая-то версия, где нам даже не будет нужен RU-Store на девайсе, чтобы наши платежи работали нормально. Как все это выглядит? Да, здесь как раз-таки, вот здесь уже начинается весь этот AIDL, потому что на самом деле почти все наши RU-Store-овские SDK-шки это такие тонкие клиенты к самому RU-Store. Как я уже сказал, SDK-шки не работают, если не стоит RU-Store. Все происходит так, что SDK-биллинга взаимодействует с RU-Store как раз-таки по AIDL. Это Inter-Process Communication, да, уже про это говорили. И точно так же она взаимодействует еще с какими-то быковыми сервисами самого RU-Store и партнерами. Но авторизация точно получается через RU-Store. И вот как раз-таки для этой авторизации нам нужны AIDL-вызовы в сам RU-Store. Мы планируем избавиться от этих AIDL-вызовов и делать все через веб. Все тоже довольно просто. И в какой-то версии у нас этих AIDL-в здесь больше не будет. Кроме монетизации у нас есть SDK-шка для обновлений. Зачем вообще в принципе обновления? Кажется, что это такая тоже базовая штука, но если задумываться, то зачем они нужны, то на самом деле все тоже не так просто. Потому что, во-первых, вы можете очень быстро исправлять какие-то проблемы, если у вас есть какой-то механизм обновления пользователей. Особенно если у вас есть механизм каких-то хардовых обновлений, когда пользователь не может пройти дальше, не обновившись. То вы можете очень быстро сгладить какие-то проблемы в приложении. Если у вас crash-free начал падать, вы можете быстро его поднять. И вообще в принципе принятие новой версии, adoption, бывает достаточно важным в контексте денег в том числе, потому что если вы запилили какую-то новую фичу денежную, например, у вас было 3 интерстишела на старте, вы добавили еще 2, и у вас теперь 5 интерстишелов на старте, и вы хотите быстрее начать заработать, бахаете hard update, пользователь быстрее обновляется, и вы начинаете зарабатывать еще больше. Тоже очень просто интегрировать. Вот пример того, как получить информацию по обновлению. Один в один как-то тоже сделано в Гугле. Ничего нового, в общем-то, нет. Там даже структурка та же самая, такая же самая, с теми же полями. И что обновление умеет? Оно может, собственно, работать точно так же, как в Гугле. Показывает нативное окошко. Вы нажимаете обновить, и Рустор начинает все обновлять. Здесь важно отметить, что обновление происходит именно через Рустор, потому что Рустор уже получил все нужные ему права на то, чтобы устанавливать АПКшки. Внутри самого вашего приложения ничего, никакие дополнительные права не нужны. Как раз-таки тот самый idle запрос. Как я уже говорил, да, все из ДКшки это тонкие клиенты, они просто вызывают методы Рустора. Кроме того, у нас есть жесткое обновление, когда пользователь не может пройти дальше, и есть обновление вообще без какого-либо интерфейса. Вы можете сами навернуть любой интерфейс, показывать там процесс какой-то, или там как-то это обыграть. Тоже довольно удобно. Очень много кто это хотел, и очень многие ребята этим пользуются. Да, опять же, СДКшка это просто тонкий клиент. Вся логика обновления, она на самом деле реализована в Русторе. СДК просто по APC, по idl работает с Рустором. Вот так выглядит само обновление. Как по мне, достаточно нативно, только кнопки не зеленые, а синие. Иногда на некоторых девайсах у нас еще появляются системные окошки. Мы договариваемся с какими-то вендорами так, чтобы мы попадали в айтлисты. И там, например, на Samsung каких-то последних, вы, если пользуетесь Рустором, то там может вообще не быть вот этого окошка системного, что вы точно хотите обновить приложение через Рустор. Где-то мы еще не в айтлистах, и там будут системные окошки. Но, тем не менее, на конверсию мы мерили, да, а конверсию, конечно, это влияет, но это не такой большой процент, на самом деле, как мы ожидали. Пуши. Пуши — это тоже про retention. Если, опять же, вы хотите по-быстрому заработать денег, например, хотите поднять KPI перед Новым годом, то вы бахаете пачку пушей на всех пользователей. Пользователи приходят в приложение, смотрят ваши пять стишелов, которые вы добавили еще вчера, да, а у вас там еще хард-обновление, вы обновились, они посмотрели пять стишелов. В общем, все про деньги. И, да, действительно, пуши — это простой способ, собственно, поднимать, поддерживать, увеличивать retention, возвращать пользователей. У нас пуши тоже очень похожи, у нас все похоже на то, как это сделано в Гугле. Наверное, со временем мы будем расходиться по API-шке, но пока мы стараемся все-таки придерживаться того, как это сделано в Гугле. Пример инициализации. Абсолютно ничего космического тут нет. В принципе, этого кода достаточно, чтобы у вас уже отображались пуши в приложении через Рустор. Вы можете дополнительно обрабатывать, получать токен и обрабатывать его, как-то отправлять на сервер. У вас есть такая же возможность работать с сервисом, который получает сообщение, если это какие-то дата пуши, например, вы там не хотите показывать само уведомление, но вы хотите там, например, вообще какую-то информацию для чата, например, получать в пушах. То вы можете все эти пуши обрабатывать когда-то пуши. Тогда наша SDK само отображать пуш не будет. И здесь все тоже на самом деле, здесь везде все обмазано идлами на самом деле, во всех SDK-шках. Потому что пушовая SDK-шка, которая стоит в вашем приложении, в иниапе, она тоже по IPC связывается с Рустором. И здесь это очень важно. Если, например, в платежке мы можем от этого как-то избавиться, то здесь мы от этого избавиться не можем, потому что как раз-таки соединение с бэком, соединение с сервисом, с сервером, всякие поллинги и вебсокеты, у нас там есть два подхода к тому, как мы получаем пуши, оно все инкапсулировано тоже внутри Рустора. И Рустор здесь выполняет роль такой Google Play сервисов, как в случае с Firebase. И все соединение с бэком, оно гоняется через Рустор. И это позволяет нам чуточку экономить батарею, потому что если бы мы в каждом приложении устанавливали соединение с бэком, то это бы там жралось просто невероятное количество батареек. И плюс у Рустора есть все-таки в большинстве случаев есть какие-то дополнительные разрешения, потому что он ставится как АПКшка. И ему проще это делать, чем к конечному украинскому приложению. И сейчас мы сделали еще такую штуку, что не только в Русторе есть вот этот дистрибьютор, который соединяется с сервером и доставляет пуш до клиентского приложения. У нас теперь есть такая же штука в других ВКшных приложениях. С кем-то мы уже договорились, где-то мы еще не встроились, но мы стараемся ко всем ходить, попрошайничать, говорить, встроите нас, пожалуйста, чтобы через вас наши пуши тоже доставлялись. И в этом случае, если у вас на девайсе даже нет Рустора, но при этом есть какое-то другое приложение ВК с встроенным дистрибьютором, то вы тогда все равно пуши получать сможете, только не через Рустор, немножко окружным путем через почту, например, через mail. У нас есть еще SDK для универсальных пушей. Тут тоже ничего космического. Это просто обертка над FCM, HMS и Рустором одновременно. И все это сделано просто для удобства, потому что тоже, опять же, есть некоторые наши клиенты, которым это было нужно, удобно, чтобы можно было сразу через три транспорта отправить пуш на клиенте, его дедуплицировать, показать один раз и немножечко повысить доставляемость таким образом. Ну и кроме того, опять же, пока что еще никто никого не заблокировал, но, опять же, там разные паблишеры приложений об этом переживают, и они сразу стерят себе соломку, там используют наши универсальные пуши. Основной канал у них пока что там FCM, HMS. Через нас они там гоняют минимум, но при этом, если FCM и HMS вдруг почему-то выключатся, то они могут через нас пуши тоже отправлять. Что еще есть? На самом деле, как оказалось, в ВК и вообще, да, вот во всем этом большом ВК очень много всяких разных SDK-шек и инструментов. Вот тут ребята про трейсер рассказывали, про какие-то еще инструменты. Еще есть инструмент remote-конфига, тот же MyTracker, например. Есть очень-очень много инструментов, но они пока что очень сильно так сами по себе, и вам, наверное, даже сложно было бы найти какую-то страничку, где они просто все были собраны в одном месте. И покопавшись, мы еще обнаружили, что у нас есть еще как минимум SDK-карт, есть опять же трекинг, реклама, есть много опишек того же Rustora, которые сейчас сделаны для того, чтобы разработчиками пользовались. Опишка для работы с отзывами, например, есть, можете тоже уже прикручивать чат GPT к этой опишке с отзывами, если вдруг вы решите туда публиковаться и там оценки получать. Ну, опишка для оплат понятна, опишка для публикации тоже, в принципе, такая must-have штука, чтобы все автоматизировать. В общем, достаточно много всяких инструментов уже накопилось. Пару слов о трудностях. На самом деле, в зависимости, это просто боль, особенно когда вы пишете SDK-шку, потому что вы не можете бездумно добавить какую-нибудь обертку над какой-нибудь базой данных, потому что окажется не той версии, которая используется в том приложении, в котором уже есть. Когда мы делали пуши и нам нужно было поднять версию Caroutine, то мы были теми ребятами, из-за которых Ozone поднял версию Caroutine у себя, потому что им пришлось из-за нас это сделать. Вот. И такие нюансы, они достаточно часто вылазят. И сейчас, когда мы там делаем SDK-шки, мы стараемся так, чтобы у нас вообще идеальная SDK, которая не тянет за собой вообще никакой зависимости. Если в некоторых случаях мы прям даже копируем какие-то куски небольшие, вставляем себе, и так живем. Возможно, на каких-нибудь из Mobius'ов будут ребята, которые расскажут про шейдинг, про то, как сейчас они делают плагинчик, чтобы все эти зависимости впихивать в такой большой fat array, и вообще, чтобы в помник был абсолютно чистый. И сами поставки тоже из-за этих зависимостей превращаются иногда в ад, потому что идеально это вот как раз таки поставлять одним пакетом, и когда вы поставляете с кучей зависимости, то вот, как я уже сказал, Ozone, там иногда приходится апать свою версию. Каких-то зависимостей IPC, AIDL, да, это хорошая штука, если вам не нужно поддерживать обратную совместимость. Как только у вас появляется больше одной версии, то сразу начинается дурдом, потому что есть какие-то методы, в которых были чуть-чуть не такие параметры, какие должны быть на самом деле, и вам нужно это все учитывать, и там через 3-4 версии прям очень все плохо становится. Если вы заранее не подумаете о версионировании, о какой-то шине, по которой вы там гоняете сообщения с указанием версии, то все становится тоже печально. И на самом деле на этом все. Хотелось бы сказать немного пару слов про коммуникацию, что опять же мы здесь, если вдруг вы решите опубликоваться в Рустор, пишите нам, мы живые люди, в отличие от, ну, наверное, в Гугле тоже живые люди, но я не думаю, что вы сможете дописаться там до Гугла и попросить их поменять из ДКшку как-то. А мы здесь, мы всегда готовы идти на контакт, чатик первый, это чатик Рустор Дэвчат, подключайтесь, пишите все ваши пожелания. У нас там даже есть специальный канал для предложений по Рустору, если вас что-то не устраивает, можете написать, мы обязательно это прочитаем и возьмем в roadmap. Второй канал это мой, просто самореклама, если что, тоже подписывайтесь, там все подряд. В общем, спасибо, что слушали, надеюсь, тоже будете выкладываться в Рустор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!